МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В студии телеканала Север Ольга Руслова. Здравствуйте. В эфире программа «Законодатели». Программа о тех, кто принимает важные решения в интересах страны, региона и его жителей. Еженедельно в нашем эфире мы рассказываем вам о работе представителей Ненинского автономного округа на федеральном уровне депутатского корпуса собрания депутатов Ненинского автономного округа, местных советов и в этом выпуске. На предсессионном комитете собрания депутатов Ненинского автономного округа парламентарии утвердили повестку очередной сессии, которая состоится 29 апреля. Депутат окружного собрания Александр Чурсанов выступил с законодательной инициативой компенсировать доставку бензина жителям отдаленных труднодоступных сел региона. Депутаты всех уровней власти присоединились к Всероссийскому субботнику. Одним из самых массовых стал субботник в парке «Юбилейный» в городе Нарьинмаре. 21 апреля глава государства обратился с традиционным посланием. В этом году обращение к Федеральному собранию было посвящено развитию экономики страны, повышению качества жизни и благосостояния граждан. Спикер окружного собрания Александр Лутовинов прокомментировал послание президента. Он выделил ряд тезисов. Для нашего округа это очень важные аспекты, особенно в той части, которая касается социальных вопросов, здравоохранения, помощи семьям с детьми, развития инфраструктуры регионов. Специфика нашего региона как раз именно в этом заключается. Поэтому, когда мы говорим о том, что должны вот эту двуединую задачу решать, и я ее полагаю, что она является для нас стратегической, то нам надо максимально усилить работу с Федеральным центром. Входить в те госпрограммы, которые касаются развития регионов, по любым направлениям, по тем, где это возможно. Все департаменты должны прилагать максимальные усилия для того, чтобы входить в те программы, которые инициирует Федеральный центр. По мнению парламентария, это позволит нарастить финансовые возможности для решения стратегических значимых для региона вопросов. Кроме того, опираясь на эти аспекты, собрание депутатов разработает план по реализации основных тем в послании президента на текущий год. Он будет нацелен на то, чтобы депутаты максимально работали согласованно с исполнительными органами и властями, для того, чтобы действительно решать те вопросы, которые для нас являются здесь первоочередными. Ну, вот это, наверное, последнее, что нам необходимо сделать, потому что планы планами, здесь все надо соединить эти усилия, в том числе с муниципальным образованием, с главным муниципальным образованием. То есть надо дойти до каждого человека, надо дойти до сути вопросов. Дотации на бензин для жителей села депутат окружного собрания Александр Чурсанов выступил с законодательной инициативой, компенсируя доставку бензина жителям отдаленных труднодоступных сел региона. Инициатива была озвучена в ходе заседания Парламентской ассоциации Северо-Запада России и Комитета по местному самоуправлению, которое прошло в режиме видеоконференц-связи. Помним, как в 2014 году были внесены изменения, точнее, в 2013 году были внесены изменения в законодательство Российской Федерации, после чего субсидировать доставку бензина стало невозможным. Соответственно, в 2015 году бензин в селах резко возрос в цене. Если говорить о 2020 году, то в некоторых населенных пунктах цена бензина достигала 120 рублей за 1 литр или 26 тысяч рублей за бочку. Сейчас жителям труднодоступных населенных пунктов округа приходится самостоятельно разрабатывать пути доставки бензина, чтобы хоть немного сэкономить на топливе, которое жизненно необходимо на селе. Поэтому сегодня мы выступили, коллеги нас поддержали. Соответственно, дальше мы будем выходить на конференцию парламентской ассоциации, ну и правительство Государственной Думы. В собрании депутатов обсудили вопросы, касающиеся статуса административного центра Ненецкого автономного округа. Речь шла о реализации окружного закона номер 14 ОЗ о статусе административного центра Ненецкого автономного округа города Нарьинмара. Закон был принят два года назад и предусматривает финансирование расходов на осуществление городом функций административного центра Ненецкого автономного округа за счет средств окружного бюджета и бюджета Нарьинмара. Вместе с тем, по словам руководства города, закон не работает. По мнению городских властей, действующий механизм предоставления субсидий и межбюджетных трансфертов значительно усложняет реализацию мероприятий, направленных на инфраструктурное развитие города. До сих пор не определен порядок реализации закона. Финансирование осуществляется по узким направлениям по разным департаментам. Часть средств заложена в Департаменте строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта, часть в Департаменте внутренней политики и так далее. Гораздо удобнее и эффективнее, говорят в мэрии, было бы направить финансовые средства одной суммой и дать возможность городу использовать их точечно. Именно на те мероприятия, которые необходимо оперативно решить. По итогам обсуждения депутаты рекомендовали руководству города и администрации округа провести встречу, на которой обсудить проект порядка реализации закона. Подготовленный проект порядка должен поступить в адрес собрания до 1 июня. Депутаты надеются, что закон заработает в полной мере. На первом месте должны стоять эффективность использования бюджетных средств, оперативность принятия решения и, конечно, повышение качества жизни жителей города. На предсессионном комитете собрания депутатов Ненецкого автономного округа парламентарии обсудили вопросы предстоящей сессии и утвердили ее повестку. В числе вопросов, которые будут рассмотрены на сессии, выплаты семьям-усыновителям, предоставление жилья Государственного жилого фонда округа и компенсация за наем жилья отдельным категориям работников, а также другие вопросы. Очередная 35-я сессия собрания депутатов Ненецкого автономного округа состоится 29 апреля в актовом зале администрации округа. Блок вопросов очень серьезный. У нас предстоит заслушать отчет губернатора о деятельности администрации за предыдущий год. И очередной вопрос – это изменения в бюджет Ненецкого автономного округа на 2021 год и 2022 с 2023 соответствием. В целом на заседании предсессионного комитета было рассмотрено 19 вопросов. В частности, речь шла об обязательном публичном отчете о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациям в сфере культуры, охраны здоровья и образования социального обслуживания, которые расположены на территории Ненецкого автономного округа и учредителем которых является Ненецкий автономный округ и принимаемых мерах по совершенствованию деятельности указанных организаций. Еще один вопрос, который будет рассмотрен в ходе сессии касается утверждения в первом чтении дополнительного соглашения к договору между органами государственной власти Архангельской области Ненецкого автономного округа о взаимодействии при осуществлении полномочий органов государственной власти с субъектов Российской Федерации от 5 июня 2014 года. Также на сессии депутаты рассмотрят законодательную инициативу собрания депутатов Ненецкого автономного округа о проекте федерального закона о ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, инвалидами с детства первой группы и инвалидами первой группы. Заседание очередной сессии собраний депутатов Ненецкого автономного округа будет транслироваться в прямом эфире телеканала «Север» 29 апреля. Начало трансляции в 10 часов утра. В селе Оксино с рабочим визитом побывали представители власти. Глава и председатель Совета Заполярного района Виктор Ильин, депутат Государственной думы Сергей Коткин. Рабочая поездка началась с осмотра молочно-товарной фермы Вера Рочева заведующая производством, показала и рассказала, как идет надой, поделилась проблемами. Это нехватка жилья для сотрудников фермы, а также условия работы в зимний период. Проблемы у нас глобальные, можно сказать. У нас ферма построена 1985 года, мы тут работаем. Ферма катастрофически уже желает быть лучшего. В зимний период просто мы не живем, а выживаем. Тут все замерзает, тут холодина. Тут вообще работать очень сложно и что-то еще, каких-то успехов добиваться. Несмотря на тяжелые условия работы, ферма побила все рекорды на дое по региону. На сегодняшний день у нас 20 килограммов на одну фуражную корову. В день? В день. В день 20 килограммов, да. А в течение года, значит, в 2021 году, в 2020 году надоели 15928 килограммов. Это высокий показатель по округу. Стараемся, конечно, чтобы мы не существовали, мы жили, мы хотим, чтобы здесь построили новую ферму. Все-таки люди настроены работать. Следующим объектом была дизельная электростанция. Здесь в прошлом году был пожар. Возгорание началось с кровли. Позже огонь стал подбираться внутрь станции. Ликвидировать пожар удалось быстро, однако он уже успел повредить два дизельных генератора. Сейчас у нас три дизеля, которые в работе были. А до этого еще стояли, ну, вот видели, да, стоят ДГР-315-320. Они у нас работали по очереди. Ну, месяц за день работают, обслуживаем, месяц за другой работают. На данный момент с ними просто принимаются решения, требуется их восстанавливать, или нет, но пламя, ну, жар вот этот, который там был внутри, повредил некоторые важные механизмы, которые там проводка, там регуляторы, которые стоят большие деньги. В планах – восстановление электростанции. В период летней навигации сотрудники ждут поступления материалов. Первоначально запланировано обновление кровли. На период весеннего паводка предусмотрен запасной дизель. Далее делегация проследовала в участковую больницу. Показали палаты, кабинеты персонала, а также отчитались о проведении вакцинации. У нас привилось где-то в среднем по нашему кусту Хангурей, Каменка и Оксина где-то в пределах 40%. Люди активно вакцинируются. Чем дальше, тем больше. Они смотрят на тот эффект, который прошел от предыдущей вакцинации предыдущих пациентов. Они видят, что никаких осложнений не было от вакцинации. Вакцинация прошла хорошо. Люди активно прививались. И они идут, записываются на вакцинацию. И как-то безопасно. Потому что люди хотят защитить себя, защитить свою семью, хотят спокойно съездить в отпуск, не сидеть на каких карантинах. Люди уже стали более ответственны к этому подходить. Следом побывали в средней школе, где обучаются 44 ребенка. Утром школьная программа, вечером кружки. Однако из-за того, что здание уже ветхое, зимой здесь бывает холодно. Ремонты требуются, к сожалению, потому что с 1956 года постройки зданий у нас староватые. Были текущие, в принципе, ремонты косметические, а вот капитального не было. Хотелось бы в первую очередь обшить стены здания, для того, чтобы ветрами у нас не задувало, потому что мы находимся рядом с рекой, ветер сильнее гораздо. Ну и идеально поменять систему отопления. В апреле 2016 года свои двери для всех желающих распахнул физкультурно-оздоровительный комплекс. Здесь проходят занятия физической культуры для школьников, секции для всех желающих. Зимой заливают перед зданием каток и готовят горку. Все абсолютно бесплатно. В данный момент мы готовим проект на Лукоиловский конкурс, на Лукоиловский конкурс, проект от сельского совета. Мы работаем над этим проектом. У нас аттракционы хотим. Хотелось бы, чтобы наш проект был увиден и услышан. Аттракционы, которых нет вообще на территории ни в одной учреждении, ни в ФОКе, ни в домах культуры, надувные аттракционы. Также делегация посетила детский сад, интернат, музей, библиотеку. Село меняется. Посмотрели, побывали в этом спортивном комплексе. Замечательно, здорово. Интернат, школа, интернат, к сожалению, не заполнен. Сейчас ставится вопрос, уже будет ли здесь 10-11 классы. Деток нету. В садике очень уютно, красиво, тепло. Слушайте, вот чувствуется, что душа, сердце люди вкладывают во все вот это. Мне очень понравились вот эти все объекты, ухоженные, нарядные, покрашенные, особенно вот спортивный комплекс. Горка там сделана, вы видели, да, каток ледяной катается. То есть видно, что люди болеют душой за свое дело. В рамках рабочей поездки прошла встреча с населением. Жители села задавали самые наболевшие вопросы. Вопросов очень много. Даже люди идут по улице, они ведь такой очень широкий спектр носят. У кого-то электричества в доме нет, у кого-то электричество выбивает, автомат срабатывает. Не обращается, в том числе к депутату Государственной Думы, что автомат выбивает у нее в доме. Поэтому, безусловно, по приезду в город будем общаться с профильными департаментами практически по всем направлениям. Вопросов очень много, вопросов очень много. Будем решать, что получится, получится, что сразу не получится. Будем на перспективу все эти вопросы работать над ними. Рабочая поездка завершилась благотворительным концертом танца народов мира, который проходил в рамках эстафеты года добра. Все вырученные средства передали семье, где воспитывается ребенок с ограниченными возможностями здоровья. В понедельник, 26 апреля, по всей стране началось онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», национального проекта «Жилье и городская среда». На протяжении пяти недель до 30 мая на платформе 83.gorsreda.ru каждый житель округа в возрасте от 14 лет может отдать свой голос за одну из трех территорий, расположенных в Нарьинмаре. В процесс активно включились депутаты городского совета, представляющие интересы жителей микрорайонов в представительном органе власти Нарьинмара. Виктория Боброва неоднократно принимает участие в конкурсах. Не так давно на центральной улице ТОСа старый аэропорт была построена детская площадка в рамках благоустройства, которая пользуется большим спросом. Принято решение было нашим ТОСам и администрацией города, что необходимо развивать микрорайон, строить еще детские площадки. И вот то место, в котором мы сейчас стоим, оно отводится под строительство детского спортивного игрового комплекса. Туда могут приходить дети от маленького возраста до среднего и постарше. Будут установлены воркауты, наполнение обсуждалось неоднократно, изменялось. Но в целом сейчас эта территория выдвинулась на рейтинговое голосование для строительства. Жители микрорайона Старый аэропорт и жителей города призываю всех прийти в интернет и проголосовать. В планах у жителей микрорайона Старый аэропорт построить спортивную площадку для взрослых. А пока предстоит пройти процедуру голосования. Следующий объект благоустройства находится в районе улицы Первомайской, 34. Там активные жильцы еще в прошлом году победили в конкурсе проектов по инициативному бюджетированию, за счет чего был обустроен тротуар, установлены фонари и скамейки. Сейчас они замахнулись на большее. Здесь Первомайская, 34. Они выдвинули проект по комфортной городской среде. Значит, у них было очно-заочное собрание. В условиях пандемии они проводили собрание в онлайн формате. И, значит, у них выдвинули предложение по организации досуговой зоны именно детской площадки и, значит, для отдыха досугового старшего поколения, чтобы здесь где-то могли они вдохнуть. Доми проживают очень много. Все, все возрасты. Необходима и детская площадка, и для старшего поколения досуговая зона. Еще один объект благоустройства располагается в живописном зеленом уголке города в районе Сахалина. Маленький лесок служит школьникам лыжной трассой, а жителям местом для скандинавской ходьбы. Идея была эта ситуация, когда мы говорим о том, что дороги надо строить там, где ходят люди. Этот парк, он в таком виде еще не обустроенном, он достаточно, как я уже сказала, активно пользуется, используется горожанами, но для того, чтобы для создания большего комфорта для наших людей, здесь необходимо провести некоторые изменения, что и легло в основу нашего проекта. В частности, в первую очередь, конечно, нужно провести здесь электрическое, поскольку в темное время суток, но в первую очередь, это небезопасно для детей, которые, вот как я говорила, опять же, через этот парк ходит в школу и обратно, темно, парк достаточно темный, дети ходят по этому парку, хотелось бы, чтобы здесь было освещение, тем более условия для этого в парке есть, стоит электричество, вот опоры электрические. Также будут оборудованы места отдыха для жителей, обустроены пожаробезопасные мангальные места. И это еще не все, в парке будет смотровая площадка. Если пойти нам справа, зайти в парк, там очень хороший обзор получается на Курью и перспективу на Мирный, поселок Мирный и дальше. То есть здесь есть на что посмотреть, есть как отдохнуть, есть, у нас есть с кем здесь погулять, поэтому было бы замечательно, если бы вот этот парк все-таки на свое логическое завершение имел и сделался там местом отдыха, а будет излюбленным местом, я в этом уверена. В федеральном проекте формирования комфортной городской среды национального проекта «Жилье и городская среда» Нарьинмар участвует с 2017 года. За это время благоустроено около 50 уличных пространств. Как происходит отбор заявок, назначается сбор предложений. Затем общественная комиссия оценивает целесообразность объектов благоустройства и просчитывает финансовую составляющую. Далее общественная комиссия утверждает объекты и вносит их на рейтинговое голосование. Мы будем подходить к жителям округа. У нас будут планшеты и там будет установлено предложение. По этому предложению мы будем рассказывать, как все это должно происходить. Получается, человек должен будет зайти в это приложение, ввести свои данные и просто проголосовать. Проект, который по итогам голосования получит наибольшую поддержку, будет реализовываться в 2023 году в приоритетном порядке. Остальные в соответствии с рейтингом в последующие годы. Проголосовать за понравившийся проект по благоустройству можно на едином федеральном портале 83горсреда.ру Ненинский округ присоединился к всероссийскому субботнику. На уборку и благоустройство улиц, дворов и общественных пространств вышли молодежные волонтерские объединения, трудовые коллективы, госслужащие, горожане и жители сел, депутаты всех уровней власти. На уборку и благоустройство улиц и общественных территорий в Нарьинмаре вышли более полутора тысяч человек. Всероссийская акция в нашем регионе стала стартом для проведения месячника по благоустройству. Сделать город чище вышли трудовые коллективы, объединения и активные горожане. К уборке территории около офиса регионального отделения Всероссийского общества инвалидов присоединился и депутат Государственной думы Сергей Коткин. Люди с ограниченными возможностями нашего общества, нашего отделения всероссийского, причем мне всегда очень комфортно с ними, поскольку вот, наверное, надо брать примеры ориентиры с них. Никто не приглашал по большому счету вот то, что нужно прибрать в свой дом. Они сегодня собрались и показывают нам, как это нужно делать. Председатель регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Надежда Ковалевская отмечает, что на подобные мероприятия члены организации приходят без приглашения. Кроме того, всегда много добровольных помощников. Очень хочется, чтобы город наш, Нарьинмар, конечно, был очень чистым, красивым, и чтобы нам было здесь приятно гулять, людям старшего поколения. Так что мы будем все стараться, чтобы у нас всегда в городе было чисто. И около своих жилых домов мы тоже так же проводим такие субботники. Одним из самых массовых стал субботник в парке «Юбилейный» в Нарьинмаре. На его территории региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания организовал музыкальный субботник. В нем приняли участие волонтеры, активисты регионального отделения Российское движение школьников, студенты профессиональных образовательных организаций, депутаты собрания депутатов Ненинского округа. Не словами, а делом, так сказать, показали и сделали так, чтобы наш город был на самом деле чище, красивее. Тогда мы его будем еще больше любить и больше будем о нем заботиться. Поэтому всем, кто вышел сегодня на субботник, я хочу сказать большое спасибо. Ну, а на будущее надо еще раз посмотреть так, чтобы те участки в городе и в пригороде, которые более всего захламлены, туда надо просто еще распределять людей, для того, чтобы мы могли действительно говорить о том, что если уж если на работу, то поработали по-настоящему. В собрании депутатов взяло шефство над одним из участков юбилейного парка. Здесь были высажены порядка 30 рябин. Теперь парламентарии ухаживают за территорией. Всероссийский субботник был посвящен теме городской среды и экологичного поведения и прошел в преддверии рейтингового голосования за проекты по благоустройству территории в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», национального проекта «Жилье и городская среда». Стартует же голосование за комфортную городскую среду в ближайшее время, и субботник, они связаны. И субботник связаны, и комфортная городская среда. Мы начинаем выбирать площадки, которые будут благоустраиваться, но нельзя забывать о площадках, которые уже существуют, а просто об улицах нашего города. Надо их убирать. Напомню, что месячник по наведению порядка в Ненецком округе продлится до 24 мая. Принять участие в благоустройстве своей территории может каждый, чтобы сделать наши дворы, скверы и улицы чище. 27 апреля – день российского парламентаризма. Праздник был установлен федеральным законом, подписанным президентом 27 июня 2012 года. 27 апреля по старому стилю, 10 мая по новому стилю, 1906 года начала свою работу Государственная Дума. Первый в отечественной истории демократический институт, заложивший основы парламентаризма в России. День российского парламентаризма – праздник для привлечения внимания широких слоев населения к деятельности Федерального собрания Российской Федерации и законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, популяризации этой деятельности. Первая Дума, она проработала всего 73 дня. Затем был второй созыв, вторая Дума, немногим более 103 дня. Ну и третья Государственная Дума отработали полностью 45 лет. И, кстати, именно Третьей Думой был принят первый годовой бюджет государства российского. Сегодня парламент России и федеральное собрание состоит из двух палат – Государственной Думы и Совета Федерации. Первые выборы в парламент прошли в день всенародного голосования по Конституции 12 декабря 1993 года. Кстати, от Нинецкого округа у нас в Совет Федерации входит два сенатора. Это от законодательного органа собрания депутатов и, соответственно, от исполнительного органа Нинецкого автономного округа от администрации. Ну и в Государственной Думу у нас представлен одним депутатом Государственной Думы – это Коткин Сергей Николаевич, который на сегодняшний день исполняет полномочия. Работа эта очень ответственная. Напрямую от работы депутатов зависит, в общем-то, уровень жизни нашего населения. Поэтому всем коллегам и из региональных парламентов, и с федерального собрания прежде всего, конечно, я желаю принятия выверенных решений на благо государства российского и нашего народа. Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартовала накануне «Обелиска Победы». Она приурочена к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и пройдет с 27 апреля по 9 мая 2021 года на территории Российской Федерации, а также заинтересованных иностранных государств. Помнит сердце, не забудет никогда. Всероссийская акция по раздаче георгиевских ленточек накануне 9 мая посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Основная цель – формирование патриотических ценностей уважительного отношения к родине, ее истории – сохранению памяти о воинах, погибших при защите Отечества. Каждый, кто носит георгиевскую ленточку, оранжевый, черный цвет, символ победы, символ памяти, символ доблести, так вот каждый, кто носит эту ленточку, он тем самым делает связь поколений. На улицах города волонтеры будут раздавать георгиевские ленточки. Этот символ памяти и дань уважения подвигу ветеранов может взять любой желающий. Бережно, с любовью ею украшают ласкан пиджака или вешают на видное место в машине. Хватит всем, а в разных регионах раздадут несколько миллионов экземпляров. Самое малое, что мы можем сделать сейчас, живя в мирное время, это помнить. Ленточка это символ, который очень просто и легко носить каждому из нас. Акция проходит с 2005 года по инициативе РИА Новости и студенческая община. С тех пор акция стала традиционной и проводится ежегодно с 24 апреля по 12 мая. Не только в России, но и за рубежом. Георгиевская лента это двухцветная черно-желтая или черно-оранжевая лента к ордену Святого Георгия, Георгиевскому кресту, Георгиевской медали. И на этом у меня все. Встретимся в эфире программы «Законодатели». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова